всем привет это алексей викторович как и обещал делаю разбор поединка да как разбор так разборчик поединка с боя на голых кулаках между зелимканом дукаевым и евгением моряком лучшего боя года по персональной версии да анатолия салуянова я не знаю чего вдруг взял но как минимум лично по моему я знаю как может быть по вашему мнению это по-другому этот бой не был даже увлекательным не то чтобы лучшим боем этого года да пускай там такой эпитет оба как лучший бой этого года в кулачных боях но на мой взгляд я не отсматриваю кулачные бои это действие не вызывал какую-то буря эмоций да и не заставляла отвлекаться не отвлекаться от экрана от боя может быть ожидали не ожидали не знаю там как бы но я не ожидала больше многого от боя потому что все таки целом поп мм и интересный захватывающий упорный бэй бывает крайне редко почему потому что ну на мой взгляд лично на мой взгляд поп мм и людям не так важно проиграть или выиграть то есть как бы спортивная составляющая них на втором месте на первом составляющей это медийность гонорар на какой-то да вот такие составляющие никак не спортивная почему потому что очень странно смотреть бои где пацаны главный бой года на голых кулаках пацаны в первом раунде после минуты 45 начинают в ладошки какие-то играть очень странно да скажу что свое мнение да по моему евгений выиграл очень ну там для непонятных комментаторов знаете что очень равный бой как бы на единогласным решением да при двух нокдаунах в бою побеждает егений моряк но бой был очень равный очень равный единогласное решение но при этом бой равный как бы комментатор говорит о том что лишний раз говорили что мы не только создать тем что спортивной составляющей нет но и страдает тем что нет нормальных комментаторов которые понимают индустрию и что в принципе да там если первый раунд вы походили ничего не делали втором там у других ну вернее в первом раунде был первый нокдаун да там в двух у одного из спортсменов было два нокдауна второго было ни одного и как говорили что сбой равный как бы но я не знаю как бы тогда по откройте правила какие-то вот если у вас есть какой-то регламент правил то почитайте в принципе да даже если в равный бой очень сильно равный бой да очень прям сильно равный бой с один из бойцов садить другого на жопу это минус балл значит один забрал 10 9 то есть тут как бы даже пускай там равный раунд под его 10 9 судить раунды то первый пускай раунд равный будет 10 9 то вторые были 10 9 о 10 10 до 1 раунд то вторые два раунда были в пользу евгения это означает о том что 30 28 в пользу моряка я не увидел там равного не увидел как принципе как боя главного боя года который анатолий говорил пускай да там я слышал о том что после боя говорю что я говорю о том что надо было пять раундов но согласись что если бы ты принял мое предложение на пресс-конференции подраться пять раундов по две минуты ты мог бы переломить ход боя я согласен что дата 6 раундовые поединки в кулачных боях не могут ну всего потенциала спортсменов раскрыти в принципе крайне сложно для судей судить и самое главное да что youtube youtube до формат ютюба до делать такие варианты что из боя специально поставил записал себе то есть метка в видеотрансляции стоит на 5150 эфира да и потом на час 2342 евгению моряку подняли руку это что значит что не сложными математическими подсчетами можно посчитать что 32 минуты нам показывали бой который длился 6 раунд 6 минут всего три раунда по две минуты до 32 минут из него растянули понятно что youtube чем длиннее видео тем она больше монетизируется сам монетизируете самое главное огромное количество роликов рекламных было вставлено в этот просмотр этого видео я понимаю что это важно для рекламодателей да но это лишний раз показывает то что спорт надо смотреть в прямом эфире в прямом эфире ты видишь понимаешь и сразу знаешь результат тут люди ждали почему сейчас выпустили бой ну наверно у них там из контент плана да есть такое что мне в целом евгений сделал дни ну не делал так много но сделал достаточно того чтобы победить зелимхана да там перед началом боя один из представителей то зелимхана говорил о том что зелимхан готов всего на 30 процентов но этого хватит он наверное готов на процентов 30 но для моряка это 30 процентов хватит очень странно по моему лично это первом бою человеку проигрываешь и потом на него готовится всего на 30 процентов и говоришь что этого хватит как бы ну не знаю мне кажется это это не совсем правильное отношение к тому что ты делаешь не совсем правильно да и комментаторы дальше говорили что вот там что не подчему зелимхана высовывает капу потому что один из комментаторов говорит что не дышать плохо хорошего каждого удара он вытаскивает капу что это значит продышаться просто все-таки капе тяжело дышать достаточно знаете как бы но дышать плохо в капе только тогда когда ты не готов если ты готов капа вообще в принципе не чувствуется время будет ты к ней привыкаешь потому что ты каждый божий день приходя в зал несколько раз зал да когда ты приходишь тренировку ты постоянно в капе и в принципе это капа как бы но надо как бы составляющей тебя становится это что она там тебе мешает не дышать плохо как бы ну ну комментаторы прям отжигали на мой взгляд очень интересно да опять же да я не увидел работы на там один там в первом раунде буквально там зелимхан правую кинул встречную да и против южнорукого как бы жене это прошло за там этого не развивал никто он как проигрывал бою в бою в первом ногу так и проигрывал сейчас то есть именно футворка никакого не было да женя был точно таким же как в тот раз и зелимхан ничего не поменялся да говорили что мы готовим что-то интересное как бы я ничего к сожалению интересно не увидел не знаю почему да не знаю почему в целом женя выиграл по делу по моему там единогласное решение как бы да я говорю что если первый раунд можно там пускай потому что не было действий в принципе да там можно было равный раунд дать но я бы не дал этот раунд 10-10 я бы дал 9-9 потому что ни один ни второй спортсмен ничего не сделали как бы просто ходили прицелить сам по большому счету да и потом два нокдауна это минус 2 по 2 балла как бы до победа оживлений там какой-то был разговор о том что третий бой нужен но не знаю я как бы сомневаюсь в нужности третьего боя самое главное вообще сомневаюсь вообще готов там поспорить с кем угодно что это был главный бой этого года в кулачных боях ну а мы переходим к главному бою года почему потому что в этот же вечер там был один интересный бой который выйдет позже я не буду говорить какой там был результат ну сказали который получил бой вечера то ли своем пули то ли в целом во всей съемочной в этот весь съемочный день потому что снимается несколько турниров бой был интересен бой скоро выйдет который а также да там прогноз на который давал не могу я озвучивать результаты хотя это знаю результаты но вы посмотрите скажите какой бой был интересен сами самое главное кто для вас победил в этом бою и согласно ли с моим мнением там там я не считаю что очень жесткая но мой взгляд женя вполне нормально победил потому что зелим хан реально ну то есть как бы такое чувство что не совсем у него не было чего предложить я не нового и женя нового ничего не делал и зелим хан нового ничего не делал но на старом то же самое было как и первый раунд в первый бою может быть меньше было открытой рубки но и в целом отсутствие людей отсутствие ну то есть которые могут выбирать клетку там в саму арену да там в этом место проведения здесь была клетка да напомню что в топ доги они дрались в круге сена да и на отсутствие этих людей на наличие клетки помогало больше как бы более спортивно проходить поединку да и в целом работа рефери была неплохой на мой взгляд но как будто не было мне этот бой не впечатлил честно могу сказать я небольшой любитель бои кулачных боев потому что у меня совсем скоро да я надеюсь с братьями воробьевым выйдет видео в котором мы я там расскажу с ним обсудим мое видение кулачных боев развития кулачных боев в нашей стране потому что это нельзя за 6 минут только в открытой драке где-то на улице ты можешь понять кто выиграл кто поиграл в таких вот да то есть в таких поединках крайне сложно судить но исходя из вот этого именно поединка говорю еще раз когда тебя хоть один раз ты садишься на колено садишься на спину садишься на пятую точку судья открывает счет это минус балл всегда в любом виде не набор да тут было два раза поэтому уже не победил по делу пишите в комментариях что вы считаете нужен ли реванш как бы и вообще насколько вам интересно или интересно такого рода по обзоры и самое главное насколько интересно или интересно вам смотреть кулачные бои всех спасибо за просмотры за то что досмотрели до конца всем всего доброго пока пока